Всем привет, дорогие друзья, с вами, как обычно, Влад, и сегодня у нас будет ролик по игре вас в Дэнер Сурвайвл. Как видите, я нахожусь сейчас в полицейском участке, и, скорее всего, некоторые из вас таки задались вопросом. Влад, а что ты делаешь в полицейском участке, если ролик будет про рейд, друзья? Да всё просто, у меня осталось уже последнее задание у рейдеров, где мне нужно пройти 20 волн в полицейском участке. Я уже дошёл, как видите, до 19-й, и, я думаю, 20-я волна будет не такой уже сложной. Кстати, смотрите, прикол, можно, короче, сейчас сапёра тупо вынести и, короче, сделать так, чтобы он не взорвался. Хоп, и вот так вот, короче, можно сделать. Ну, на самом деле, не у всех, конечно, есть оружки Генезис, но всё же, если вы там в сезонах где-то её получили и так далее, вы можете вот так вот в полицейский участок её принести и поуничтожать сапёров. Но это, опять же, если у вас есть возможность, конечно же, восстановить в дальнейшем эти оружки. Просто, на самом деле, эти, вот эти вот все ультиматумы, уравнители и так далее, они вам пригодятся, там, для лаборатории Генезис, а именно для хард-режима. Поэтому, ну, если не хотите, не тратьте их. Если, в принципе, хотите оставить, то оставляйте. Это, как бы, уже ваше дело. Ну, а у меня, в принципе, есть возможность эти ультиматумы просто восстановить. Поэтому я их и использую. Ну, а я тем временем уже добиваю последнего штурмовика. Такс, вот так вот. И всё. Теперь я, по сути дела, прошёл задание. У рейдеров всего с 20 волн, как видите, я получил 41 карточку обычную. Ну, сейчас точно посмотрим. Такс. Забираем. И всего, как видите, я получил 41 обычную карточку. Там сколько? 7 зелёных. И 1 синюю. Ну, я думаю, это нормальный результат. Ну, а теперь, когда я уже прошёл, в принципе, 20 волн, мне уже полицейский участок ни к чему. Ну, то есть, конечно, да, локация-то полезная. Здесь можно карточки пофармить. Но прямо сейчас, когда я уже выполнил задание рейдеров, он мне не нужен. Если вы хотите сюда, как новичок, прийти и пройти 20 волн, то сразу скажу, вам понадобится тут огнестрел. На начальных волнах, конечно, можно использовать там, ну, не знаю, оружие ближнего боя, но уже там на 10-й, на 15-й волне нужно уже явно использовать огнестрел. Ну, в любом случае, вам решать, как проходить эти волны. Ну, а я уже погнал с этой локации на свою базу. Ну, вот, я и стою возле рейдеров. Нажимаем на кнопочку «Завершить». Задания были, в принципе, не такие уж и сложные. Так, окей, рейдеры, по сути дела, дали мне базу. Ну, и теперь я посмотрю, что это за базу на ютубчике, то есть, прочекаю, и уже тогда будем рейдить. Короче, друзья, я посмотрел, что за базу, но перед тем, как на неё отправиться, нужно, конечно же, съесть рыбные котлеты. Ведь в течение 15 минут вы будете издавать меньше шума во время рейда. Ну, и теперь, когда мы съели это блюдо, можно спокойно выдвигаться на рейд. Ведь, как я сказал ранее, мы будем издавать меньше шума. Название базы, на самом деле, очень сложно выговорить, но вы всё, в принципе, видите на экране. И я вам сразу скажу, я посмотрел, что это за база на ютубе. Ну, и она, на самом деле, не очень крутая. Друзья, я что-то не могу понять, почему база выглядит по-другому. Я посмотрел на ютубе, она вроде бы была побольше. Ну, конечно, да, она была тоже деревянная, но, серьёзно, у неё был другой вид. Как-то это всё странно. Ну, да ладно, что, давайте ломать. Так, ломаем, в принципе, ломаем. Здесь даже, наверное, железных топоров не нужно тратить. Стоп, подождите, серьёзно? Мне попалась такая база, где можно, короче, за ящиком укрыться и изобри, просто тебя не достанут? Прикол, прикол, я уже не знал, блин, когда мне такая база уже попадётся. Ладно, ладно, давайте ломать ящики. Ломаем первый, пока лут смотреть не будем. Ломаем также второй. Здесь вообще немного ящиков, это, конечно, печально, но, возможно, будет что-то ещё интересное лежать в станках. Чёпера вроде бы на этой базе нет, но, по-моему, давайте сейчас проверим. Да, кстати, на этой базе действительно нет чёпера и есть только вот такой вот мой чёперидзе. Окей, подгоняем его потихонечку вниз в пешок к базе и, в идеале, я сейчас заеду в эту базу. О, отлично. У меня, конечно, некоторые сомнения были в голове, что я, типа, сюда не смогу заехать и так далее, но, как видите, всё получилось. Вот только вот сейчас мне нужно ещё как-то правильно отсюда слезть. Вот только не знаю, как это сделать, правда. Прикиньте, сейчас ещё окажется так, что я просто не смогу слезть чёпера. А, вот всё слез, нормально, а то уже, блин, я подумал, фигня какая-то. Так, с бензин, изолента, молоток, ну, понятно, окей, и здесь сломаем. Ящик, который закрывает проход с зомбарями, я пока не буду ломать, потому что, ну, вы сами должны понимать, почему. Я пока сломаю вот эти вот станки и там и так далее. Окей, ломаем, инструмент сломался, но ничего страшного. Так, где там зомбари уже бегут? Да, друзья, первая волна уже на подходе. Ну, как бы мне лично всё равно, потому что они даже ничего не смогут мне сделать. Как хорошо, что всё-таки разработчики ещё оставили такие базы. Ну, окей, ладно, пусть там зомбари стоят. Давайте уже смотреть, какой у нас вот здесь. Я думаю, вы уже увидели, в принципе, что лежит. Бензин, там, изолента и так далее. Да, что у нас здесь, смотрим. А, здесь у нас микросхема, гаечные ключи, там, всякие ресурсы. Ну, в принципе, мне это всё обязательно пригодится. То есть, игрокам, которые уже давно играют в игру, скорее всего, эта база не понравится. Ну, мне, ну, тоже не очень, да, друзья, не очень нравится эта база. Ну, она, знаете, чисто ресурсная. Я не буду говорить, что это прям плохая база. Нет, база-то хорошая. Здесь, в принципе, есть ресы, как видите, даже микросхема, бензин. Да, ресы-то есть, но хотелось бы какого-то там оружия, хила и так далее. Ладно, друзья, ладно, в любом случае, сейчас мне придётся разбираться с этой кучкой зомбарей. Да уж, друзья, да уж, это было жёстко. И когда вот такая вот толпа зомбарей собирается у меня, так дико начинает лагать, что прям капец. Ладно, давайте забирать, в принципе, ресурсы. И теперь что будем делать? Ну, наверное, умирать на этой базе. Конечно, здесь нету такого чего-то особенного. То есть, можно было даже этого и не делать. Но мы же с вами все хотим забрать как можно больше ресов с базы. Поэтому я вам предлагаю, наверное, сейчас сломать этот ящик. И, кстати, сейчас, наверное, опять побегут зомбари, да? Так, ну пока вроде никто не бежит. Так, а в маленьком ящике у нас морковка. И всё-таки прибежали зомбари. Ну, ё-моё, я как знал, просто как знал. Ну, друзья, в этот раз хотя бы у меня так жёстко прям не лагало. Здесь я, наверное, заберу, конечно же, морковку. Потому что морковка так-то по факту очень хороший ресурс. Ну, хотя это не ресурс, это, друзья, еда. Ну, короче, вы меня поняли. Морковка мне явно пригодится. Вот только знаете, в чём проблема? Я не знаю, как сейчас умирать. Потому что, ну, как бы голод и жажда наступят у меня не скоро. Зомбари уже нет. Придётся, наверное, вызывать следующую волну. Но по факту, что здесь что, ломать стенки, что ли? Ну, давайте костры поломаем там. Ну, я просто действительно не понимаю, почему на этой базе так мало ящиков. Конечно, да, ресурсы, как я вам сказала, такие нормальные. Но всё-таки было бы лучше, если бы здесь хотя бы больше ресов было. Хотя бы из костра что-то выпало интересное. Ломаем водосборник. Ну, здесь фигня всякая. И чё там, зомбари бегут? Ну, пока нет. Значит, придётся ещё лутать грядку. Прикиньте, здесь тоже морковку будет. Ну, смотрим. Ну, здесь семена, окей. И бегут зомбари. Погнали с ними разбираться. В общем, всех я зомбарей на этой базе слил и оставил одного, чтобы, конечно же, умереть на этой базе. Значит, я пришёл, одел с собой кое-какую броню. Ну, например, там, если громила бежит или что-то такое будет, то у меня, в принципе, есть броня. О, нифига себе. Нормально я зомбари откинул. Хотя он вообще даже на мой чупер вроде не наткнулся. Ладно, короче, одеваем рюкзак. Так, это всё закидываем вот сюда вот. И теперь погнали уже забирать ресурсы, которые, конечно же, остались в сундуке. Там, по-моему, морковка, что-то такое. Ну, короче, погнали смотреть. Так, с грядки я забираю семена. И отсюда, как я вам и говорил, забираю морковку. Там все вот эти ресурсы. Жёлтые и зелёные талончики я, пожалуй, оставлю. А вот красные я заберу. Ну, и теперь подытожим. Чё у нас тут по сундукам? Здесь фигня, фигня. И здесь тоже фигня. Ну, короче, всё, что надо, я отсюда забрал, в принципе. Базу подчистую просто зарейдил. Сломал абсолютно все ящики, там, станки все разные. Как видите, тут даже чупер-черик собирает. Ну, нормально, нормально, короче. Что могу сказать в оконцове? Ну, база мне, в принципе, понравилась по ресурсам. Да, здесь всё-таки ресурсы есть. Я поначалу думал, что здесь вообще нифига нет. Просто потому, что на ютубе что-то выдало такую же базу, но что-то она была по виду другая. Но, как оказалось, здесь всё-таки есть ресы. Но, как я вам и сказал, где-то в середине ролика очень жалко, что здесь не так уж и много ящиков. Вот если бы на этой базе был бы какой-то огнестрел, например, М16, калаш, я бы сказал, что это хорошая база. А так, ну, середнячок. Что же ещё можно забрать? Ну, не знаю, я могу вот так вот положить всё в карманы, а вот по ресам, ну, что здесь забирать? Толаны, что ли, жёлтые? Ну, могу так ещё камней взять. Типа, я не знаю, что ещё тут брать, если тут остался один мусор. Верёвки, кстати, можно забрать. Почему бы и нет? У меня на базе с верёвками сейчас, кстати, на ваше, наверное, удивление, дефицит, конечно. Да, я знаю, что на почте у меня там где-то 500 верёвок, но всё-таки и на базе верёвки тоже должны лежать. Ну, и на этом всё, мой рейд закончился, погнали уже на базу отдавать кое-что рейдерам. Сейчас покажу, что. Даю совет новичкам, если у вас есть модификации на копьё, то смело отдавайте копье рейдерам. Они их спокойно примут, и всё будет хорошо, отлично. В принципе, рейдеры убежали, и теперь давайте их снова вызовем. Фух, не знаю, что там по заданиям будет, но я очень надеюсь, что не будет задания с волнами, потому что если оно будет, то мне снова придётся там тратить огнестрел и так далее. Так, окей, ладно, где тут рейдеры? Так, вот они, соглашаемся. Кстати, друзья, что ещё по поводу вот этого задания с волнами? Да, друзья, я говорил, что оно, ну, не такое же лёгкое, но в то же время не такое же сложное. Ну, просто смотрите, в чём прикол. В ПО я могу просто на изи пройти 20 волн, но для этого нужен огнестрел, а сам огнестрел я тратить, ну, сами понимаете, не очень хочу. Ладно, давайте смотреть, что по заданиям. Так, 25 ящиков на красных локациях зачистить, ну, точнее, не зачистить, а открыть 5 топоров, скрафтить, скрафтить один сет военной брони. Далее, что? Это у нас, я так понимаю, следующее задание на гуманитарные грузы облатать 5 штук, и что ещё там по заданиям? Точнее, что за последнее задание завалить трёх зомби-быков на ферме. Ну, слушайте, такое задание у нас, похоже, есть и в событии выходные фермы. Только там нужно завалить не трёх быков, а сколько? Пять, по-моему. Ну, да, вроде бы пять. Ну, и на этом всё, дорогие друзья. В принципе, по поводу рейда я уже высказался. Рейд мне, ну, не то, чтобы понравился, он такой, середнячок, опять же. Ну, а с вами, как обычно, был Влад, и всем до скорых встреч. Не забывайте про лайки. Субтитры подогнал «Симон» The Long-Tone Liar Go and tell that midnight writer Tell the rumble of the gambler The backbiter Tell him the God's gonna cut him down Tell him the God's gonna cut him down Tell him the God's gonna cut you down Tell him the God's gonna cut him down